Тепловики сейчас переживают крайне сложный момент. Крайне сложный момент не в виде изношенности инфраструктуры как таковой. И отсутствие прямых финансовых средств, которые позволяли бы проводить ту или иную модернизацию. Сложный момент даже в том, что даже при наличии определенного финансового ресурса, степень инфраструктуры находится в таком разрезе, что даже имея деньги, очень сложно за кратчайший промежуток времени провести реконструкцию теплового перерабатывающего оборудования, сетей и всего остального. Для этого нужно категории временные лет, это 5-10 лет. Вот, разочищусь немножко назад, защищу, условно говоря, своих коллег из города Киева. Протяженность их сетей магистральных и распределительных порядка 4 тысяч километров. Меняя 10% за год, а это 400 километров, вам нужно 10 лет для того, чтобы полностью привести в полноценную инфраструктуру тепловую и транспортную города Киева. 10% это 400 километров. Представьте себе в разрезе города Киева за один межотопительный сезон взять и разрыть 400 километров сетей. Улиц, я прошу прощения. Мы с вами получим транспортный коллапс. Это фактически невозможно. Это даже при условии, имея 100% финансовый ресурс. Почему, к сожалению, ТКЕ сейчас расхлебывает вот то, что происходило с момента Советского Союза до фактических последних 5-6 лет, которые в разрезе того же самого Киева и другой Украины, когда появился достаточно дешевый финансовый ресурс, который позволил модернизировать, и который на сегодняшний момент времени оттягивает максимально на длительные сроки приведение этой инфраструктуры в нормальное, адекватное состояние. И еще небольшую демарочку касаемо, вот все-таки добавлю, я не утерплюсь, индивидуального снабжения. Для меня непонятно две вещи. Вернее, логика двух вещей. Первая А. ТКЕ является оптимическим покупателем природного газа, которые платят за него прямо сейчас. посредством постановления 217-й, который у нас есть. То же самое население за ту же самую деньги платит с растянутой промежутки во времени. Я считаю категорически несправедливо, когда есть одна цена для двух совершенно разных рыночных потребителей этого ресурса. И второе самое главное. Для меня достаточно странно. Когда нам в наследство досталась сформированная, построенная инфраструктура, которую надо модернизировать и поддерживать в определенном нормальном техническом состоянии, мы пытаемся ее поломать для того, чтобы сделать автономное отопление, а потом думать еще дополнительно, где искать деньги на реконструкции системы газоснабжения, которые не предусмотрены для пропуска такой системы, распределения газа, электроснабжения, потому что ни одни сети не выдержат такой нагрузки, не просто банальный предусмотр. И экология, да, Сережа? И экология, да. Что самое важное, будем дышать, исходя из наших хрущевок и Сталина, которые у нас есть, условно говоря, тем выхлопами, которые это дает индивидуальное отопление, через квартиры и через газоходы, которые не чистились в домах, условно говоря, десятилетиями. Спасибо.